Заседание по делу об убийстве тайбоксера Сергея Лащенко снова перенесли. В очередной раз в Малиновский райсуд города не явился переводчик. По словам суди, ответа на официальные запросы с просьбой предоставить переводчика с украинского на азербайджанский родной язык обвиняемого так и не поступило. Письма отправляли в посольство Азербайджанской республики и в главное теруправление юстиции в Одесской области. В то же время, по словам прокурора, обвиняемый не может не понимать украинский или хотя бы русский языки. И так как на допросе выяснилось, что Гасанов какое-то время учился во львовской и одесской школах. Без перекладача. Можливо слушать справу? Я же не понимаю, почему. Тут можливо чи не можливо слушать? Не, не можливо. На сегодня так уж откладено судовое заседание в связи с тем, что не явился перекладач вкотре уже. С судом неодноразово направлялись ухвали щодо его залучения, однако на ответ, на жаль, на них нема. Також нема відповідей від представництва Азербайджанской республики. З боку прокуратури повторно направлено запити до консульства Азербайджанской республики та до представництва МЗС. Також, как мною, так и представниками потерпели, было наголошено, что под час досудового расследования обвинуваченный Гасанов говорил, что он учился в Одессе, в школе в Одессе. Однако, мы все это понимаем, однако, мы не можем дальше продолжить судовое слушание без перекладача. Тем временем, коллегия судей на месте приняла решение повторно отправить запросы в бюро переводов и территориальное управление для привлечения переводчика. Также суд постановил направить информационное письмо в Министерство иностранных дел Украины и в посольство Азербайджанской республики. Два года назад чемпионы Европы по тайскому боксу застрелили в здании еврейской больницы. Подозреваемого Бабека Гасанова задержали на территории Российской Федерации и экстрадировали в Украину. Обвиняемому грозит срок от 15 лет строгого режима. Представитель семьи Лащенко утверждает, что будет настаивать на пожизненном заключении. Мы, конечно же, рассчитываем, что это все-таки будет пожизненное заключение. И мы будем настаивать на этом, потому что с учетом поведения обвиняемого он отвечает на вопросы суда, когда к нему обращаются на украинском языке. Он все понимает, но он специально хочет, чтобы суд как можно дольше затягивался, для того, чтобы день за два был ему зачтен, как я считаю. Но мы будем настаивать на том, чтобы было пожизненное заключение. Поэтому сколько бы сторона защиты не тянула данный процесс, я думаю, обвиняемому от этого легче не станет. Наказание должно последовать.